Всем привет! Сегодня я проведу новогоднюю фотосессию в студии и научу вас не зависеть от природных факторов. Вы научитесь снимать как естественным освещением, так и импульсным, имитировать естественные освещения и снимать на пилотный свет. Я покажу сразу все примеры освещения, чтобы вы могли посмотреть перед съемкой и понять, на какой источник света и чем вы будете снимать. Новогоднее настроение в первую очередь создает гирлянды, и их надо уметь правильно снимать. Во-первых, на такую съемку берите светосильные объективы и старайтесь снимать на диафрагме не больше 2,8. Также, чтобы на фотографиях была красивая боке от гирлянд, нужно отделить модель от фона. Попросите ее немножко подойти к вам, тогда фон больше размоется. Но если просто вы вплотную поставите к елке модель, то не будет видно ни гирлянд, ни боке. Еще один важный момент – выдержка. Лучше снимать от 1,30 до 1,00, тогда ваши гирлянды не будут мерцать, и фотоаппарат как раз-таки зафиксирует лучший блик. Но в съемке с длинной выдержкой есть один опасный момент – вы можете смазать кадр. Поэтому старайтесь, чтобы ваши руки не дрожали, а модель не сильно двигалась. Но если вы снимаете с импульсным освещением, то не переживайте. Студийное освещение заморозит вашу модель и не будет никакого смаза. Итак, как снимать с импульсным освещением в студии? Тут совсем не сложно, но главное – снимать в хороших студиях, где есть классное оборудование. Потому что именно крутое оборудование, например, ProFoto, дает минимальный импульс. У меня есть довольно-таки дешевый студийный свет, и когда я им снимаю, то он не дает такой маленький импульс. И я не могу раскрыть диафрагму даже на 2,8, потому что уже идет пересвет. Почти на всех клиентских съемках я использую мягкий свет, потому что он скрывает все недочеты кожи. Жесткий же свет, наоборот, их подчеркнет. И для того, чтобы снимать с мягким светом, нам нужен какой-нибудь софтбокс. Например, замечательно подходит октобокс. Он бывает разного размера. Чем больше у вас людей в кадре, тем больше должен быть октобокс. Сейчас я снимаю девушку полутораметровым октобоксом. Возможно, это немножко чересчур можно брать и меньше. Когда вы снимаете с длинным освещением, то вы должны ориентироваться на пилотный свет, выключить свет в студии и смотреть, как ложится свет. Свет обязательно должен отражаться в зрачках, но не снизу. Это будет означать, что вы свет поставили очень низко. Не посередине зрачка, а немножко сверху, потому что мы привыкли, что солнце светит сверху под углом. И мы ставим наш источник света под углом 45 градусов. Не забывайте, что если мы отодвигаем освещение от модели, то освещение становится жестче. Чем дальше свет, тем жестче свет. Еще один вид освещения – это съемка на пилотный источник света. Я не всегда советую им пользоваться, потому что все-таки это экстремальный вид. На фотографиях это все равно видно, но если у вас есть желание, вы все равно можете попробовать им снимать. В некоторых ситуациях меня он даже очень хорошо спасает. Тут работает вся та же техника, как и с обычным октабоксом. В этой студии мы не можем оградить окно ничем. Обычно в студиях есть какие-то занавеси темные, поэтому у нас будет немножко смешанное освещение, потому что у нас холодный свет от окна и теплый свет от студийного освещения. Такое освещение всегда жесткое. И если у вас люди в кадре не с идеальной кожей или, например, в возрасте, то лучше вообще не стоит этого делать. Но у нас все идеально. Надо ставить баланс белого в кельвинах и смотреть по освещению. Я обычно прямо ввожу его где-то в 4 и смотрю, что получается. Но какое же киношное изображение получается. Пилотный свет, хоть и тяжелый свет, он дает вот такой голливудский образ. И сейчас подойду к освещению, которое полностью может сымитировать естественный свет. Мы работаем на переотражание. Мы берем источник свет, ставим его на пилотный, без ничего, то есть на нем нет никакой насадки, и подсвечиваем на светлую стену. Если стены нет, то не переживайте. Всегда можно поставить в любой студии. Есть белые фоны, и всегда вы можете их поставить и переотражать на них. Тогда свет максимально имитирует естественное освещение. И не переживайте, что вы снимаете своих моделей вечером. В этой студии очень тяжело показать разницу, потому что у нас и так светло за окном достаточно. Поэтому я поставлю побольше значения, чтобы он перебил естественное освещение от окна. Немножко плосковато, конечно же, не сравнится с освещением пилотным, потому что он очень жесткий. А это такой мягенький свет. Например, если у вас какие-то проблемы есть с кожей в модели, можно его использовать. Опять же, не бойтесь выдержку ставить длинную, потому что импульсное освещение света студийного замораживает модель. И не бойтесь никакого смаза. У вас его точно не будет. Когда я снимаю с естественным освещением, я обычно использую две самые простые схемы. Я снимаю от окна, тогда освещение ложится наиболее мягко. Плюс этого освещения, что вы снимаете хороший, классный, яркий портрет. Но если вы хотите, например, для семейной съемки добавить атмосферу, а для женской фотосессии, как у нас, добавить чувственность, то вы просто меняете угол съемки и отходите от окна. Ну и, соответственно, картинка становится ярче. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...